Всем привет! Вы находитесь на канале Коробка Красок. И наверное у вас возник вопрос, что же у меня на столе делает готовая картина. Эту картину мы с вами писали около года назад. Мне она уже порядком поднадоела и я хочу сделать какую-то зимнюю картину. Я хочу нарисовать зимнюю заснеженную улочку с красивыми домами, со снегом, ну в общем сделать какую-то зимнюю композицию. Рамочки я думаю покрасить в белый или голубой цвет, но посмотрим, может оставлю и так. Я уже подготовила акварельные листы разных форматов, подходящие под рамки и теперь буду приступать к карандашным наброскам. Но скорее всего карандашные наброски я покажу на маленьких листиках, потому что в принципе композиция довольно таки простая, повторяющиеся домики, окошки и все такое. Тем более, что вот этот огромный формат А3 он не влезает в кадр, потому что он у меня будет вертикально. Но я потом все равно, когда сделаю карандашный набросок, покажу вам все, что у меня получилось и естественно в цвете тоже буду вставлять периодически, показывать и на большом формате, что у меня получается. И так приступаю к наброскам. На самом маленьком формате, это у меня А5, я намечаю линию низа домов. На соседних форматах А4 я уже сделала наброски и примеряю теперь по ним. Ведь нужно сделать так, чтобы когда картина будет висеть на стене, все было ровно. Дома рисую как на первом плане, так на втором и на третьем, как будто бы они друг друга перекрывают. Сразу намечаю какие-то детали, это как окна, антенны на крышах, балконы. Все точно так же делаю и на второй части картины, с другой стороны. Также можно рисовать не просто дома, окна и входы в них, но и какие-то магазины на первых этажах, например. Так будет смотреться интереснее. Вот, в общем-то, весь карандашный набросок улочки готов. Так выглядит правая часть картины. Так и выглядит левая часть. И, собственно, вот так выглядит самая главная часть. Это середина, самый большой формат. На дорогу я еще добавила машины. По центру стоит такой большой дом, а внизу у него магазины. Теперь приступаю к прорисовке иллюстрации цветом. Начинаю я с неба. Чистой кистью смачиваю область неба водой и наношу точечный цвет неба. Так как у меня день, то это голубой. Если вы хотите сделать ночь, то я для ночного неба обычно смешиваю темно-синий и черный. Так небо я делаю для всех составных частей. Я не буду показывать, как я делаю на других частях. Для примера покажу только на одной. После высыхания неба наношу второй слой акварели, создавая при этом облака, а помогаю себе для этого салфеткой. Далее приступаю к прорисовке домиков. Я их буду делать разных цветов. Далее приступаю к прорисовке домиков. И также в ускоренном режиме я покажу, как я прорисовала небо и дома на соседнем формате А4. Как я буду прорисовывать дома на формате А3, я скорее всего подробно показывать не буду, так как это не сложно и понятно по принципу раскраски. Но единственное скажу, когда приступаете к рисованию на соседней составной части, то примеряйте дома, чтобы не было расхождения в цвете. Вот и на формате А3 уже готовы домики и небо. На каких-то домиках я попробовала сделать какой-то стиль, но это только проба, начало. Ну а дальше мы переходим к домикам на левых составных частях. Ну что ж, все домики уже в цвете. Теперь приступаем к дороге. У меня она будет в снегу. На составной части А3 я уже изобразила ее в цвете. Теперь покажу на этих составных частях. Смешиваем для дороги цвет. Это черный, белый и голубой. И конечно же побольше воды. И наконец-таки приступаем к стилизации домиков. После нее они станут красивыми и это уже не будет просто как раскраска, а уже будет как настоящая иллюстрация. Для начала заполню цветом окна. Они у меня будут некоторые голубые, а некоторые желтые и серые. Затем стилизацию начну с крыш. На крайнем домике на крыше сделаю черепицу. Потом перехожу к окантовке окошек. И конечно же не забываю про тени. Заранее нужно определить с какой стороны у вас будет падать свет. У меня это слева направо, значит тень будет падать так же. Рисую тень под крышей и под подоконниками. Далее приступаю ко второму домику. Также стилизую крышу и затем окна. Перед тем как рисовать эту работу, стилизацию крыш я подглядела у себя в городе на домах. Так же и окна, и балконы. Так же прорисовываю тени. И внизу у меня будет аптека. Я делаю надпись красным цветом. Детально проговаривать я буду только одну эту составную часть, так как остальные аналогичные. Конечно, если дальше будут попадаться детали, которых не было, здесь, в этой составной части, я буду объяснять, как я их буду делать. А так, я думаю, вам будет понятно и без моих пояснений. Главное не забывать про тени, ну и конечно же делать окантовку крыш и окошек. От этого домики становятся намного красивее. А я тем временем приступаю к третьему домику. Делаю все то же самое, что и в первых двух. Крыша, оконные рамы и так далее. Но тут у нас уже появляется дверь. Также делаю ей некий стиль. Но так как над дверью у нас навес, также не забываем про тени. А на четвертом домике вход у него сбоку, поэтому порожки и навес у нас вид сбоку. Ну и вот готова уже стилизация и на соседней составной части А4. Я ее сделала за кадром, как я уже и говорила, то что я не буду показывать полностью прорисовку всех домиков, потому что она аналогична. Тем, кому интересно, какая у меня стилизация на этой составной части, поставьте на паузу и посмотрите повнимательнее. Ну а я теперь приступаю к составной части А3. Я не буду полностью проговаривать все детали. Ну а теперь приступаю к составной части А3. Я покажу некоторые домики, которые я прорисую, но я не буду проговаривать полностью всю детализацию. Может быть только некоторые ее части. Продолжение следует... В этой части картины у нас есть дерево, рисую я его коричневым цветом и также не забываем то, что дерево откидывает тень. Немножечко у подножия дерева нужно затемнить асфальт. Теперь перехожу к детализации самого главного домика, который расположен в формате А3 на составной части, которая посередине. Также прорисовываю крышу, окошки, оконные рамы и по бокам у него здесь есть балкончики. А внизу домика, чем мне понравилась моя идея, там расположена бакалея и хлебный магазин. Продолжение следует... Еще не могу не отметить в этом доме вход с колоннами, у них также есть тени отрезных граней. Детализация домов в центральной составной части покончена. Перехожу к составным частям левой стороны. Примеряю домики так, чтобы между частями было все одинаковое, чтобы ничего не упустить. Детализация остальных трех домиков я выполнила за кадром. Теперь приступаю к самой последней составной части. И на чем я хочу остановиться здесь, так это на антеннах. Их я рисую черным цветом, а мне нравится, как эти антенны смотрятся. Сейчас, наверное, такие уже мало где встретишь. Ну, в общем-то, домики теперь готовы. Осталось только на средней составной части сделать в цвете автомобили. Приступаю к автомобилям. Один я хочу сделать в красном цвете. Он везет елку, хоть Новый год уже и закончился. Вы можете не рисовать ее. А второй я хочу сделать в ярко-оранжевом цвете. Ну и, конечно же, условно изображу внутри водителей. Ну и, конечно же, куда без моего любимого линера. Обведу некоторые окошки, крыши, еще больше прорисую антенны и обведу дома. Это добавит еще больше тени между ними. Ну, вот и все. Я за кадром обвела всю иллюстрацию. Полностью я показывать не стала. Это и так понятно, как делать. А то у нас видео и так получается длинным. Что нам осталось сделать, так это добавить падающий снег. Беру белую гуашь, кисть с жесткой щетиной и брызгаю. С падающим снегом покончено. Осталось изобразить лежащий снег на деревьях, кустарниках, крышах и балконах. Ну что ж, друзья, вот, в общем-то, и все. Так эта картина выглядит в рамах. Я решила их не красить. Напишите ваше мнение, стоит изменить след рам или нет. Ну и, конечно же, поставьте лайк, если вам понравилось. Я очень старалась сделать для вас это видео. Много дней убила на этот проект. Мне было бы приятно, если бы вы подписались на мой канал, кто еще не подписан, и нажали на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ведь впереди у нас еще много праздников. 14 февраля, 23, 8 марта. И мы будем рисовать открытки. И также я еще хотела бы напомнить, что вы можете делиться своими работами в группах Коробка Красок в соцсетях и в Инстаграм под хэштегом, указанном в описании под видео. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!